Всем большой привет! Буквально две минутки мы подождем, пока все соберутся. Сегодня у нас отличный повод. И это не только день знаний 1 сентября. Всем большой привет! Буквально две минутки мы подождем. Красный звук у нас в контакте. Все. В общем, у нас сегодня же вообще символичное событие. Всем большой привет! Буквально две минутки мы подождем. Красный звук у нас в контакте. Все. В общем, у нас сегодня же вообще символичное событие. Всем большое привет! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ничего страшного DimaTorzok 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 На сегодняшний день мы один из ведущих инженерно-технических вузов не только России, но и нашего зарубежья. У нас очень много ребят с разных стран мира, мы очень сильно котируемся, мы сотрудничаем с самыми разными университетами, и с китайскими университетами, и с европейскими университетами, Юго-Восточной Азии, то есть у нас большая очень география. Мы занимаемся самыми разными направлениями образовательной деятельности, то есть мы много направлений ведем очень редких на территории России, конструкции, инстабрации, общественного наследия, техносферная безопасность, биоминженеры будущие, то есть прикладная информатика, строительность, мы еще и в IT сфере очень много работаем. На сегодняшний день мы занимаем ведущие позиции в различных международных и отечественных рейтингах, вот буквально недавно мы вошли в 30 лучших местоличных университетов России, мы входим в 100-100 университетов лучших в Российской Федерации, и в других аналогичных рейтингах тоже мы занимаем такие ведущие позиции. Я почему об этом говорю, то есть сразу предупреждаю, не хвастаюсь, буквально недавно, хорошо идет у меня звук, не хвастаюсь, я говорю о том, что рейтинги, все наши достижения, наши победы, это инструмент для нас, то есть это не самоцель, это инструмент для того, чтобы и дальше развивать профильные научные направления. То есть мы очень многие направления интересные ведем в области науки, как фундаментальных, так и прикладных исследований. Мы преобразуем также образовательную среду, новые, восстребованные актуальные направления вводим, готовим по ним ребят, причем многие направления в хорошем сотрудничестве с компаниями реального сектора экономики. У нас очень много ребят по целевой квоте проходит, то есть действительно нас очень сильно заинтересованы. И мы очень сильно много работаем, ребят, для вас. И почему я сегодня говорю на днях две и предуниверситая об этом, потому что именно такой стратегии предуниверситая и придерживается. Ну, собственно, предуниверситая, давайте перейду к определению, что это такое. Это система непрерывной практико-ориентированной подготовки выпускников школ, выпускников техникум и колледжей для подготовки к поступлению в университет, обеспечивающий для нас набор ребят, которые мотивированы, которым это очень интересно, которым это нравится, и которые готовы расти в наших отраслях, в наших направлениях, в нашей креативной среде. Потому что ДГАСУ, это очень важно, ребят, это вуз созидателей, вуз творцов, вуз креативщиков, потому что, возьмите, это архитектор, например, строитель, инженер-автомеханик, строитель дорог, мостов, уникальных зданий и сооружений. То есть инженерный систем строительства, инженер-кадастра, в общем, все наши направления, каждый специалист, он что-то создает, он создает новые продукты, новые интересные решения, он создает действительно во многом будущее для людей, там, где мы живем, где мы учимся, где мы работаем, это вот создают наши выпускники. И поэтому, ребят, мы, конечно же, ищем для себя абитуриентов, которым это интересно, которые готовы с нами и дальше заниматься такой, поистине, созидательной творческой деятельностью и готовы расти, потому что наш университет для этого все создает. И вот, собственно, предуниверситарий, он занимается именно этим. Мы ищем ребят, да, наших абитуриентов, мы их сопровождаем, мы создаем для них условия участия в различных профильных мероприятиях, возможность познакомиться с университетом, потому что, видите, любой университет – это целый мир, это целый своеобразный мир, который познавать, на самом деле, не один год нужно. И вот мы с ребятами сотрудничаем, некоторые ребята даже с основной школы, да, с пятого класса, они постепенно горят творчеством, они горят, то есть, возможность что-то создать, сконструировать, спроектировать, об этом тоже сегодня увидите на видеоэкскурсии, и это очень важно. Вот, собственно, мы этим и занимаемся, мы, предуниверситет, еще раз, да, ищет таких мотивированных, заинтересованных ребят, которым это интересно. Мы их сопровождаем, то есть, позволяем поучаствовать в различных мероприятиях, которые дают дополнительный балл при поступлении, раз, которые дают возможность познакомиться, собственно, с нашим миром, миром инженерией, архитектуры, строительства, это два. И третье, при поступлении, то есть, ребят, вы уже будете понимать, да, и сможете, опять же, к поступлению подготовиться, это три, это очень важный момент. Итого, собственно, да, ребят, то есть, мы поделим, собственно, наш предуниверситет на два важных блока, чем мы занимаемся. Первый блок – это давузовская подготовка. О ней, вот я буквально в следующем видео, у нас будет небольшой перерыв, да, чтобы, собственно, вы там могли чай, например, налить, да, поставить, собственно, и продолжить смотреть нас, и, собственно, вот эти видео отделить, чтобы таким не единым потопом, да, целый час мы с вами беседовали, а по определенным блокам содержательным. В общем, давузовская подготовка, ребят, это наши образовательные, профильные давузовские программы. То есть, это те программы, которые помогают ребятам поступить в университет. Это и профильная физика, математика, да, потому что у нас физика, вот математика и русский язык на всех направлениях подготовки, в обязательном порядке, мы инженерный университет, да. На физику у нас очень много бюджетных мест всегда, на информатику, то есть, и такие подготовительные курсы есть. Профильные классы, то есть, ребят, у нас учатся. Это, ребят, большой давузовский блок, то есть, это тот блок, который помогает абитуриентам готовиться к поступлению. Второй важнейший блок – это профориентация. Ну, вот, кто был на наших мероприятиях, а у нас ребята приходят не обязательно, потому что 10-11 классы, 9-классники, 8-классники приходят, знают, да, какие мы интересные, классные, креативные мероприятия проводим. Это Дни открытых дверей. Это различные мастер-классы, лабораторные. Это различные образовательные сменные интенсивы трехдневные. Тоже вот мы проводили, очень классно все это. Ребятам понравилось очень. Мы этим занимаемся в предуниверситете, действительно. Классный межрегиональный конкурс, вроде ЛИДАПСУАП, он дистанционный. То есть ребята могут участвовать, не выходя из дома. Это очень круто в течение года. Различные экскурсии к нам ребята приезжают. Мы выезжаем на выставки учебных мест. Это все мы. И что тоже интересно, наверное, и актуально для ребят, кто поступал в этом году. В общем, в социальных сетях постоянно вопросы задают нам какие-то. Потому что приемная кампания очень была своеобразная, очень такая, ну, скажем, необычная. Да, в этом году только дистанционно ребята поступали. В общем, помогали, да, сопровождали через соцсети, на вопросы на ваши отвечали. В любое время суток это тоже мы, то есть предуниверситарий. В общем, мы подразделение, одно из ведущих подразделений, которое работает в области вот набора университет, да, в большом приемном блоке. Соответственно, вот этим занимается наш предуниверситарий. Давайте так вот небольшой автоп перед завершением видео, собственно, покажу. Мы хотим сегодня начать, я думаю, где-то к вечеру ближе выйдет пост, да, пост. Мы розыгрыш проведем, потому что, ну, 1 сентября, не знаю, это праздник, а мы праздники любим, я думаю, что вы тоже. Праздник, знаете, вот я как историк, да, как педагог, это особое состояние, соответственно, культурной действительности. Поэтому вот я считаю, что, ну, нужно что-нибудь разыграть, да, небольшие подарки. Ну, вот, собственно, давайте так, обзор, распаковка, как это, знаете, модно, да, на Ютубе. Что мы разыграем? Мы разыграем два комплекта, потому что в две социальные сети, да, мы, собственно, для вас, ребят, делаем такой стрим, для ВКонтакте и для Инстаграм, поезды будут идентичны, не переживайте, то есть, что кому-то что-то одно останется, кому-то другое. Итак, ребят, что по результатам розыгрышей в течение этой недели может получить победитель? Ну, такая кружечка. Ну, вообще, знаете, очень сильно внимания много уделяем. Повышенное, ребят, делаем такое, повышенное внимание уделяем, то есть, нашей полиграфии, да, нашим сборникам абитуентов, нашим листовкам, то есть, это было красиво. Но, как вот я говорю, да, тоже абитуентам, мы все-таки университет креативный, и мы себе можем позволить классную полиграфию, классную сувенирную продукцию, подарки, призы и так далее, потому что для нас это очень важно, чтобы это все было красиво, интересно и так далее. И поэтому такая вот кружечка, которая, как я всегда вам пишу, да, в социальностях не боится, любого горячего напитка, особенно чая и кофе, да, вот, собственно, вот это первый такой, ну, это все в одном, да, просто я такой, ну, распаковка идет, да, браслетики, собственно, тоже такие прикольные. Сам наношу все для абитуентов, видите, ничего для себя, все для вас, дорогие. Ручка, чтобы записывать, можно было все в блокнотике, особенно вот такие. Но вот у нас в ДГАСу очень внимания много уделяют ребят, особенно от архитектора, в частности, да, различным скетчем, то есть таким набросочком интересным творческим рисунком. И вот у нас многие ребята ездят тоже, кто будет поступать, знаете, у нас хорошая система академической мобильности. У нас вот Ксения, класс, наша обыскница, она сейчас работает тоже в Центре развития городской среды города Томской области, прошу прощения. И вот она со скетчбуком объехала вообще всю Европу, то есть сделала наброски. И вот здесь ее набросок, пожалуйста, скажем, ну как вот и скетч, но мы его положили, соответственно, на наш такой вот блокнотик, который потом вы можете свои скетчи делать. Вот. И ручка тоже ДГАСу. Ну, традиционно мы такие ручки ведь необычно всегда делаем. Далее, ну, у нас тоже, вот казалось бы, календарик, да, очень небольшой элемент, но мы в календарике тоже различные, скажем так, пробы делаем творческие. И вот у нас этот год, это год Великой Победы. И, собственно, вот такой календарик у нас, который тематический, посвящен Великой Отечественной войне, победе Великой Отечественной войне. И вот с нашим корпусом, в таком немного модерновом стиле. Далее. Ну, ребят, действительно, у нас очень много ребят поступают по физике, вот, и мы такие вот... Я не буду называть это слово, потому что я уже чувствую родители, и педагоги сразу скажут, ну что такое. В общем, это сборничек такой, да? Другого слова такого, знаете, который на эш называется. Ладно, шучу, шпаргалка. Нет, конечно, не шпаргалка, а такой небольшой сборник, которого всегда можно по себе носить, то есть где-то постоить, например, на прогулке и так далее. Сборник формы по физике. То есть форму по физике это дело очень важное. Далее. И вот футболочку. Хотим футболочку такую вот. Размер подберем, не переживайте, чтобы вопросов не возникало, да? Пойду не вставить газу. Потому что футболочка – это дело очень важное. Особенно сейчас, в период 1 сентября, чтобы она радовала абитуента, радовала глаз и не только. Такая вот футболочка. Далее, ребят, ну магнитик на холодильник без этого никак, но у нас, знаете, такие, скажем, ну, не знаю, поумемные, что ли, магнитики. У нас даже свой, вот видите, котик-строитель, барсик-инженер, да? И такой вот, ну, вообще совсем такой, знаете, тонный, романтический магнитик про то, как вечером уже, когда стемнело, то есть ребята чертят различные чертежи, да, проекты, тоже это тело как раз вот об этом. Потому что, ну, действительно, у нас университет очень творческий и креативный. Ну, куда без значка? Вообще большая мода, наверное, даже еще, когда я был, скажем, маленький, да, мы всегда любили значки носить, по большей части, наверное, на портфеле. То есть вот это тоже о том-о том. И вот за счет такой тематический тоже, ведь сразу понятно, что тут газ, да? Газ – креативный значок. Ну, и, конечно, ребят, вопросов, чтобы было, как говорится, все меньше и меньше таких, чтобы вы не переживали. Вот, пожалуйста, порочник обитвента мы тоже положим в каждый комплект. Можно посмотреть, будет прямо воочию, да, какие, собственно, направления подготовки, факультеты, маленько познакомить с творческой жизнью. То есть и в таком тоже формате. Потому что мы очень много проводим онлайн. Так, у меня время заканчивается. Очень много мероприятий проводим, ребят, онлайн для вас, да? Но мы всегда ценим еще и то, что можно действительно подержать в руках и понаслаждаться, соответственно, хорошей полиграфией дома. Поэтому тоже обязательно положим. Вот такие вот у нас были. Это комплект все вместе, да? Такие два комплекта мы разыграем. Мы разыграем. Я думаю, в течение, наверное, недели. Ну, где-нибудь к среде, к четвергу мы подведем итоги. Вот, ребят, ну что? Вот такой первый вводный, небольшой, скажем так, видеофрагмент мы завершаем. Еще раз. Пойдем в университет, работать с абитуриентами. С одной стороны, ребят, мы готовим вас, да, к поступлению через подготовительные курсы, через профильные классы. Погружаем вас в нашу среду. С другой стороны, мы создадим мероприятия, да, где вы можете познакомиться с университетом, что-то попробовать, в пробах поучаствовать, то есть узнать университет поближе, получить дополнительные баллы, что очень важно, да? Мы можем по закону до 10 баллов вам дать. Но это потом уже мы расскажем чуть позже. То есть мы занимаемся такими важными двумя направлениями. Я думаю, что вы сможете тоже быть причастными. Более того, ребят, нам очень понравилось, ну, нет, плохое слово, наверное, что очень понравилось, действительно сложный год очень был для абитуриентов, для родителей, но мы поняли, что используя онлайн-формат, дистанционные образовательные технологии, дистанционные технологии взаимодействия, коммуникации с абитуриентами, мы очень сильно помогаем. То есть у нас многие ребята участвуют дистанционно в наших олимпиадах и очень были благодарны, потому что не всегда можно было выехать даже из своего региона в период эпидемиологической ситуации. Поэтому, ребят, собственно, мы будем с вами так вот работать, все вам рассказывать про нас. Вот, буквально 5 минут у нас перерыв, и мы продолжим уже о курсах подготовительных, классах, о наших образовательных программах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...